Господин Давид, дети с диагнозом аутизма всегда страдают бессонница. Ваша терапия помогает восстановить сон? Первый ответ – нет, а второй ответ – да. Как это? Первый ответ – нет, второй вопрос. Скажите, пожалуйста. Первый ответ был, точнее утверждение, что все дети с аутизмом страдают бессонницей. Нет. Нет? Нет. Не все страдают? Нет, не все страдают. Ага, все дети с аутизмом страдают именно от бессонницы. Точнее говоря, страдают их окружающие от их бессонницы. Такое бывает достаточно. Мама, папа. Ну да, да, да. Ага, ассиня, дейруя шахуар, йог, шахуар валий деймлер, ревдекиллер, daha чок езвейт чекиллер. Ага, юксузу там. Разумеется, это и есть, но совершенно неправильно утверждать, что все дети страдают бессонницей. Второй вопрос – а можно ли с этим что-то сделать? И иногда спрашивают, а можно ли давать детям таблетки, да, лекарства какие-то от бессонницы? Да, декарствовать бессонницы. Можно ли давать? Но, разумеется, ну это вопрос, собственно, к лечащим врачам. Разумеется, это можно рекомендовать. Но, несколько больших но. Просто так давать, без каких-то медицинских показаний, без точного выяснения причины, почему ребенок не спит, совершенно неполезно ни для ребенка, ни для окружающих. Причины могут быть разными. Это может быть, к примеру, повышенное внутричерепное давление. Это может быть, ну что угодно может быть. Разные нарушения нервной системы. Это могут быть нарушения пищеварения, просто которые приводят к таким же результатам. То есть, прежде всего, надо, перед тем, как что-то делать, надо спросить, а зачем? Какой цели вы хотите достичь? И всегда, когда речь идет о недомогании ребенка, но не только ребенка, любого взрослого человека, надо сначала задуматься о том, а почему это может быть? И уже только в соответствии с рекомендацией специалистов уже поступать. Лечение препаратами, да, возможно, да, может быть, все индивидуально надо всегда смотреть, может быть, целесообразно, при этом надо не забывать о том, что все эти препараты имеют свои... Во-первых, нельзя это, чтобы было постоянно. Ребенок не должен на этом жить, то, что называется. И нужно понимать, что у всех этих препаратов есть побочные действия. То есть, это не какой-то витаминчик, который съел вкусно и стало хорошо. Нет, это не так. То есть, в любом случае, всегда нужно смотреть причину, почему это происходит. Вы также спросили, можем ли мы конкретно помочь в случае, когда у детей бессонница. Да, разумеется, да. И у меня сейчас буквально перед глазами, я вспоминаю несколько случаев, когда приезжали семьи с детьми, которые постоянно, не просто у них бессонница, они кричат, плачут по ночам, не просто они не спят. Есть такие, которые просто как бы не спят, скажем, в 4 часа ночи просыпаются и дальше не спят, при этом не беспокоят никого. Это крайне редко. Обычно это всегда доставляет беспокойство окружающим, и многие семьи живут в таком режиме, в котором жить невозможно. То есть, ребенок непрерывно кричит. У него нет какого-то сна, ну, собственно, бессонница. У него нет сна, он кричит постоянно. Мне вспоминается несколько таких картинок, как вот заходишь в центр и сидят плачущие родители. Я спрашиваю родителей, почему вы плачете? Говорят, мы, говорит, сегодня первый раз в жизни. Мы сегодня спали. Ребенку 7 лет, да. Вся семья. Вот это была семья из Южно-Сахалинска. Вот к нам приезжают, приезжали вот из таких вот дальних мест, из Магадана, из Южно-Сахалинска, из Ирингоя, из тех вот северных мест в том числе. И вот это вот одна из семей, она из Южно-Сахалинска, вот там 7 лет они не спали вообще. У ребенка была бессонница с криком, скажем так. Ребенок кричал непрерывно. И потом это проходит. То есть бессонница часто очень у детей бывает. Немного как бы резюмируя, вот с нашей точки зрения, из-за чего ребенок не спит по ночам. Одна из возможных причин – это повышенное внутричерепное давление или там нервы спалиния или подобные причины, которые просто не позволяют ребенку заснуть. Лечения должно быть как бы соответственно этому. Ази, тамащакшılarımız, Давид бэй söylüyor ki, агар ушақ yatмирса, мутлэк шэклдэ она дэрман вериб, yatыртмага тэлэсмейн. Яни, buna çalışмейн. Бütün ушақлара верилен дэрманların, мутлэк шэклдэ, онларın bir yan тэсирлэри дэ вар. Яни, дэрманın о yan тэсири ушаға daha чоқ зиан вера билер, нэнки, onu yatырда билер. Вэгэр ушақ yatмирса, birinci, onu söylədi ki, autизмдан әзият чекан ушақların hamısı yatмир, belə bir mәселə yoxdur, belə bir problem yoxdur, yatırlar. Ола билер ki, hər hанси са bir ушақ yatмаз, индивидуал yanaшмаq lazımdır buna da. Əгэр ушақ yatмирса, onun сәбэбини araшдырмаq lazımdır. Яни, ушақ autизм спектрундан әзият чекирсə, yatmamalıdır. Belə bir qayda yoxdur. Onun ola bilər ki, kəllə daxili, beyin daxili təzüqindən yata bilməz, diş ağrısından yata bilməz, qarnında ağrı var, yata bilməz, mədə bağırsaq, sistemində ağrı var, yata bilməz. Onun yatmamağına və gecələr aylıb ağlamağına səbəb olan nəsə var. Həmən səbəbi siz tapmalısınız və başlayaq, biz uşaq yuxusuz qalıb, gecə deyək ki, saat 4-ə qədər yatır, 4-dən sonra o yanır və başlayır qışqırmağa, ağlamağa. Demək ki, bu uşaq elə autizm spektrlərin əziyyət çəkir, biz də ona yuxu dərmanı veririk və yatırdırıq uşağı. Uşağı imumiyyətlə yuxu dərmanını alışdırmaq olmaz, qəhci surətdə olmaz, bunları David vəyə söylüyür və uşağın ağlamağının səbəbini mütləq şəkildə tapmalısınız ki, uşaq niyə yatmır, niyə ağlıyır. Və David vəyə söylüyür ki, bəli, çünki mən ona sual verdim ki, sizin terapiyanız bu kimi, uşaqlara kömək edə bilirmi? Dedi, bəli, kömək edir, yəqin ki, onlar səbəbi tapırlar. Çünki mən bu uşaq inkişaf mərkəzində bir şeyin şahidi oldum ki, onlar səbəbi axtarırlar, əzitamaşaçılarımız. Səbəbi. Səbəbi tapandan sonra artıq uşaq düzəlməyə başlayır. Gəlmişdir, Magadan, Sakhalindən, Rusiyanın Lab, Ucqar vilayətindən və mən deyib, bizdə müalicə alırdı uşaq və mən daxil olanda içəri gördüm ki, ailə oturub və ağlayır. Soruşdum ki, siz niyə ağlayırsınız valideynlərə? Dedilər, biz sevindiyimizdən ağlayırıq. Çünki 7 ildən sonra bizim ailəmiz bu gecə normal yatıb. Təsəvvürüzə gətirirsiniz. 7 ilmiş bu ailə normal yata bilmirmiş və 7 ildən sonra uşaq inkişaf mərkəzində David bəyin, Yosifə xanımın terapiyasından sonra uşaq artıq normal yuxusuna qayıdıb və normal şəkildə yatmağa başlayıb və sözsüz ki, uşaq gecə yatırsa, uşaq gecə ağlamırsa, bütün ailə rahat olur. Mən sizin hər birinizə bu rahatlığı arzu edirəm. Əziz tamaşaçılar, əziz valideynlər, əgər sizin hər hansı birinizin bu dəqiqə bizi izləyən valideynlər, uşağınızda autizmlə bağlı problem varsa, uşağınızda bu əlamətləri hiss edirsinizsə, vaxtı tirmədə mütəxəssisə müraciət edin. Vaxtı keçitməyin, bir az öncə bizə zəng edən valideyn gördünüz nə, uşağın 13 yaşı var, serebral iflişdən əziyyət çəkir və uşağın başı o dərəcədə əyilib ki, artıq uşağın başını dizindən qaldırmaq olmur. Aydındır, anlayıram, serebral iflişdir, amma uşağı o vəziyyətə gətirib çatdırmaq görünə, nə böyük dəhşətdir. Ola bilərdi ki, o uşaq normal şəkildə oturabilərdi. Düzdürmü, doktor? Biri var, normal şəkildə, serebral iflişdən əziyyət çəkən uşaq otursun, normal yesin, normal, belə deyim, su içsin. Biri də var ki, uşağın başı artıq gəlib dizinin yanında dayanır. İndi siz baxın, uşağın əziyyətinə və valideynin əziyyətinə. Mən istəyirəm, Dariya xanım bizə danışsın ki, proqramımızın sonudur, son dəqiqələridir. Nə qədər vaxtımız var bitirməyimizə? Əziz tamaşaçılarımız, elə söhbət etdi ki, vaxtımız bilmədi, haradan gəldi, haradan getdi. Mən təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Döxtür, sizə də təşəkkür edirəm, qəspədin David. Vəlşəyə agromə spasibə.